ну вот в конце концов я поставил linux mint made на жесткий диск компьютера поставил базовую сборку ну и естественно что здесь значит нужно будет произвести кое-какие настройки значит ну первое значит я хочу заскочить в интернет ну тут пока есть у нас веб-браузер firefox и здесь значит я хочу поставить самую свежую версию программы cherry 3 печатаю ее в поиске значит называется она вот так вот guise pen и вот здесь в самом низу находится вот самая необходимая нам сборочка дебяновский пакетик нажимаем на него и он скачается и установится при помощи загрузчика дебяновских файлов и вот тут такое интересное сообщение вот смотрите будьте внимательны значит что написано более старая версия доступна в центре программного обеспечения ну так а зачем она нам когда у нас вот более свежая версия естественно мы поставим ту которую скачали заведем наш любимый пароль юзер галочку поставим чтобы закрылась когда все успешно будет сделано программку черри 3 мы поставили на теперь закрепим ее на панельки добавить на панель и вот она уже здесь у нас сидит все нормально ну можно в принципе добавить и броузер тоже на панель чтобы каждый раз за ним не бегать начинаем вот эту программочку я теперь закрываю пусть там она перекодируется пусть там делает там что и угодно значит а пока там все это дело делается мы пойдем и будем делать следующие вещи первое поставим одну из самых важных программ которая всегда позволит вам откатиться назад то есть создать точку восстановления позволить записать текущий образ вашей операционной системы в изообраз этот изообраз вы всегда сможете записать на любую флешку с этой флешки вы сможете работать воткнув ее в любой компьютер сможете работать в интернете и с нее же сможете установить уже настроенную под ваши нужды операционную систему со всеми вашими паролями на любой раздел жесткого диска на любом компьютере и так открываем терминальчик вводим сюда команду вводим наш парольчик нажимаем enter копируем вторую команду зачем и хорош черри 3 или хороша программа черри 3 тем что в ней очень легко брать команды копировать и вставлять их в окно терминала то есть не нужно это ручная заводка там каждый раз это довольно таки утомительно а так взяли скопировали вставили и все у вас как говорится нормально теперь посмотрим как работает программа систем бак введем наш любимый пароль юзер вот таким вот образом практически можно создать точку отката на только что установленную систему ну что мы сюда поставили только программу для записи с экрана и программу значит черри 3 и пусть он себе спокойненько все это дело как говорится создает теперь передвинем панельку наверх мне нравится когда панелька расположена сверху и размер ее 40 пикселей не маленький не большой а вот именно сказать для моих глаз нормальный размер у себя может установить любой другой и так чем займемся сейчас попробуем попробуем установить программку для смены обоев копируем значит команду нажимаем нажимаем enter нажимаем enter заводим пароль нажимаем enter даже просит нажать enter нажимаем enter копируем вторую команду пока там она делается копируем третью команду это очень хорошая программа написанная питером леви у него есть и веб сайт и на ланчпаде значит есть информация об этой программе практически эта программа ставится везде на линуксах где терминалы понимают команды suda apt-get то есть это практически все семейство ubuntu значит linux mint и linux lite насколько мне известно ну вставляем третью команду нажимаем enter просит да ну я тут не буду менять раскладку клавиатуры напишу yes она понимаете и русскую букву d и английскую букву y и сейчас эта программа значит вот поставится мы ее возьмем и настроим наберем три буковки var и вот она у нас красавица уже сидит я пока добавлю ее на панель вот она ну первый раз значит нажимаем продолжить участвовать да участвовать но вот участвовать анонимно здесь я ставлю чтобы она мне обой меняла каждую минуту здесь значит чтобы каждые две минуты она у меня что-нибудь там новенькое скачивало ну а места у меня тут очень много поэтому я могу поставить даже 5 гигабайт для такой хорошенькой программы вот посмотрим сейчас она в принципе должна начать уже работать по крайней мере обои должны начать меняться ну вот видно что обои начали уже меняться значит то есть программа варите заработала так что теперь займемся значит установкой флажков клавиатуры ну вот вроде бы флажки она скачала теперь вот тут рекомендуется открыть редактор дконфиг ну давайте посмотрим есть он у нас или нет здесь вот наберем не хочет она его находить ну тогда нажмем вот дконфиг эдитор установить пакет установим вот этот наберем пароль наберем пароль наберем пароль наберем пароль наберем пароль поищем снова да конфиг вот он у нас И теперь пойдем, как рекомендуется. Ищем орг, в орге ищем mate, в mate ищем периферию, вернее ищем десктоп. В десктопе ищем периферию, кейборд, ищем индикатор и отмечаем галочкой показывать флаги. На этом дело заканчивается. Посмотрим, что тут у нас флаги, пока она ставит что-то не шибко желает. А вот после перезагрузки флажки, раскладки клавиатуры, вот пожалуйста, спокойненько меняются. Ну меняется и слава богу. Пойдем дальше и запомним, что значит, даже установив согласно командам вот этим, значит, все что необходимо, нужно еще и перезагрузиться, чтобы они заработали. Значит, систем баг поставлен, можно будет поставить еще, значит, что? Значит, ну, конечно, конки менеджер и загрузчики операционных систем. Значит, ну давайте поставим конки, чтобы посмотреть, какие у нас там процессы происходят. Значит, открываем терминальчик, вставляем команду, заводим наш пароль юзер. Копируем вторую команду. Здесь он просит нажать Enter, нажимаем. Вставляем вторую команду. Ну и вставляем последнюю команду, установить конки менеджер. Yes. Ну, затем мы должны поставить еще, значит, таким образом. Да на любой. Под любым моим видеороликом, под любым моим видеороликом, нажимаете, значит, вот сюда, на мои ссылки. Вы, оказываетесь, вот здесь, идете в Linux, программы для Linux, и теперь посмотрим, нам нужно скачать файлик иконки. Вот он, он у нас архивирован, ничего страшного. Ну, а вот я его хочу скачать. Значит, ну, пока просто-напросто сохраним его. Вот он по себе спокойненько и сохраняется. Значит, здесь, значит, мы что сделаем? Распаковать. И вот уже он у нас подготовленный, ждет своего часа. В терминале видно, что конки, значит, у нас установился. Ну, нам его нужно первый раз запустить. Ну, напишем в конки. Вот оно. Пока я добавлю его на панель. Запустим. Теперь, значит, вот эти вот два файлика я просто-напросто беру, копирую. Иду в юзер. Здесь, значит, я нажму Ctrl-H, чтобы видеть. Все это делаю в виде списка. Заходим в конки. И вот сюда просто-напросто вставляем вот эти два файлика. Длинный конки и конки короткий. Теперь, значит, программу я снова перезапускаю. И здесь вот у нас уже появляется, значит, вот длинный конки. Я пока оставлю его вот таким, чтобы, независимо от обоев, чтобы была видна системная информация. Здесь, значит, что сделаю в установках. Я нажму, значит, чтобы он каждый раз автоматически при загрузке компьютера, чтобы конки стартовали. Вот практически с конками, значит, здесь и все. Это я делал уже по своему вкусу. Хорошо видна дата, системная, значит, информация. Как загружен центральный процессор, оперативная память. Видно, что у меня, значит, вот всего 49 гигабайт на жестком диске. Из них свободно 33. 9 занято. Вот таким вот образом. Могу, значит, сделать конки, поставить конки короткий. Вот таким вот образом. И дальше, значит, что могу сделать. Могу пойти, значит, в настройки. И прозрачность, значит. Сделать вот такой. Ну, как видите, значит, она не всегда хорошо видна. Поэтому я пока оставлю непрозрачный. Цвет снова, значит, сделаю каким-нибудь таким поприличнее. Сереньким. Ну, где-то вот так. Пусть пока таким образом и будет. Ладно. Значит, что у нас дальше идет по плану? Дальше, значит, у нас по плану пойдет установка еще нескольких программ. Значит, это будет хороший видеоплеер SM-плеер. Так, нет. Вначале мы... Следующая будет программа по важности загрузчики операционных систем. Это очень важная вещь, потому что вы всегда сможете настроить у себя для меню загрузки. Вот, значит, мы копируем первую команду. Вставляем ее. Заводим пароль. Нажимаем Enter. Копируем вторую команду. Копируем третью команду. Копируем четвертую команду. Копируем вторую команду. Копируем четвертую команду. Вставляем следующую команду на установку. Нажимаем «Да» или «Yes», «Продолжить». Вставляем последнюю команду и переходим к установке настройщика меню загрузки, тоже очень важная часть. Нажмем «Enter», ставим вторую команду. Ну и последняя команда. Теперь проверим, как оно все работает. Вот добавим на панельку «Его» и «Его». Значит, вот это вот у нас «Boot Manager». Печатаем пароль. Отмечаем, что на английском языке. И вот посмотрим. «Burg Manager» он наиболее красивый. Для учебных целей покажу. Ставим, значит, загрузчик «Burg». У меня установлено несколько операционных систем. Зачем? Ну, сейчас посмотрим. Ну, в конце концов, программа установлена. Теперь посмотрим на эмуляторе. Вот на эмуляторе это дело выглядит вот таким образом. Значит, ну, первым он ставит в себя. Linux Mint Made. Затем, значит, вот у меня стоит «Cinamon». X-Face, так, и, значит, восьмерочка. Ну, явно, что меню нужно несколько подредактировать. Как это дело делается? Показываю. Открываем «Настройщик» меню. Заводим пароль. Отмечаем, что да, «Burg» обнаружен. Вот мы его и хотим подредактировать. И теперь посмотрите, вот что он нам откинул. Ну, разве нужно нам в меню загрузки столько шелухи? Уберем вот это. Так. X-Face. Recovery. Уберу. Так. И вот так. 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 Вот этот я подниму наверх, да, так, Cinnamon есть, X-Face есть, то есть три Linux'а стоят и восьмерка. Все остальное можно будет просто вот так вот взять, выделить и убрать. И Linux Mate я поставлю пока что на последнее место. Почему? Потому что я его еще, скажем так, не совсем настроил. Теперь что сделаем? Посмотрим в настройках. По умолчанию, чтобы загружалась, ну пускай винда грузится, какая разница. Загрузка, ну пусть будет 20 секунд. Нажмем на сохранить. И вот после сохранения всегда рекомендуется снова делать вот так вот, обновить. Потому что иногда выскакивают всякие ляпы. То есть вот здесь нормально все сохранилось. Значит так, X-Face, Mate. X-Face вот у меня где-то было даже написано, что он русский. И я могу его обратно добавить. Этот убрать. И поставить его вот сюда. Так. И цинамончик у меня тоже это был на английском. Но что-то я не вижу. Ну ничего страшного. Вот здесь вот. Переименовать. Здесь я просто допишу английский. Нажму Enter. И все будет понятно. Сохраняем. Последняя проверка. И теперь смотрим на эмуляторе, что у нас получилось. Вот, пожалуйста. Так будет у нас выглядеть меню загрузки. Hyundai восьмерочка. Цинамончик английский. X-Face и Mate русские. Все нормально? Нормально. Применить изменения. Не забывайте вот это. Применить. Apply changes. Все дело сделано. Можно закрывать. Значит, настройка загрузчика меню, значит, у нас произведена. Ну, теперь посмотрим, что у нас тут еще осталось. Значит, ну, я люблю ставить вот эту программу. Мне так она даже больше нравится, чем VLC Player. Это, скажем так, дело на любителя. Ну, мне она нравится. Ну, нажмем Enter. Заведем вторую команду. Поставим сам SM Player. И вот после этого к нему еще поставим приложение. То есть эти два друга ходят парами. так же как загрузчик и меню кастомайзер, так же и SM Player и SM Tube. Ну, и поставим SM Tube. Ну, и поставим SM Tube. Ну, и поставим SM Tube. В аудио и видео. Вот, пожалуйста, SM Player. И вот к нему приложение SM Tube. Ну, и так практически все это дело работает. Можем, допустим, попробовать написать какую-нибудь там группу. Вот, мне нравится группа Chish. Это концерт. Это все концерты. Вот. Просит обновить код. Ну, попробуем обновить код. Ну, как видим, все работает. Тут можно громкость менять. Можно завести фавориты, добавить текущий ролик. И там собирать целые коллекции. Хороший, удобный, значит, плеер. Плюс, значит, еще у них была такая опция. Значит, сейчас не знаю, они ее убрали или нет. Да, скопировать ссылку в буфел обмена. Пока у них, значит, они сюда не поставили скачать. Раньше это было. Просто можно было видеоролик скачать. Ну, ладно. Пошли дальше. Дальше, значит, у нас будут идти программы, которые я просто-напросто скачал из кладовочки. Единственное, что здесь... Flash Player. Ну, попробуем. Попробуем. Отдавились. Поставим Flash Player. Временем, пока все это дело скачивается, займемся установкой программ, которые я скачал со своей кладовочки на Google Drive. И вы их можете, любую из них, скачать. Значит, ну что, я хочу поставить программочку Skype себе и Dropbox. Ну, вот опять сообщение, что более старая версия обнаружена, значит, в центре программы. Зачем она мне нужна, когда я поставлю новую? Просто вот пароль заведу сюда. Ну, ничего, подождем. Пишет, что только одну программу может вставить. А у нас еще он не закончил вставить. Ладно. Ну, и так поставим Dropbox. Пишет. 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 Дропбокс поставлен. Теперь поставим менеджер заказчик. Это дебяновские файлики, в MATE есть установщик дебяновских файлов, поэтому практически ставить их легко. Так, вот эти два друга мы поставили, можем их и удалить, чтобы не мешали. Так, что у нас тут в загрузках? Все есть, единственное, сейчас попробуем скачать свежий скайпик, выберем дебяновский. Да, пусть качает. Поставим тем временем TeamViewer. Субтитры сделал DimaTorzok. Это вот самая свежая версия Google Chrome, мы ее будем ставить. Мне Google Chrome нравится, конечно, больше, чем Firefox, но это на любителя. TeamViewer поставлен, сейчас я его уберу, чтобы… Так, поставим в угол Chrome. … 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 Google Chrome установлен Проверим Все нормально, все работает Значит я его выведу на панельку Вот таким вот образом И поставлю скайп Вот опять-таки сообщение, что более старая версия есть в центре программ Зачем мне более старая версия, когда я поставлю более новую? Вот таким вот образом Вот таким вот образом Ну все нормально Самые необходимые программы я поставил Видите как легко перемещаются значки Ну и поставим еще одну из программ, при помощи которой я делаю ролики Редактирую Редактирую Называется она OpenShot Вот этот вот Вот мы его поставили, сейчас посмотрим работает он или нет И вот очень частенько выскакивает вот такая штучка Нету библиотеки Что мы делаем Вот так вот копируем Вот так вот копируем вот это вот словечко Закрываем Идем в менеджер программ И вставляем в менеджер программ И вставляем вот это словечко Поэтому он просто-напросто нужен Все, он поставлен Проверяем Ну вот теперь видеоредактор у нас грузится свободно Так что можно ролики брать Идти в видео Добавлять их Вот таким вот образом Итак Самые необходимые программы Значит установлены Установлены значит загрузчик Менеджер загрузок Настройка меню загрузки Коночки у нас вот поставлены здесь Коночки теперь знаете Всегда можно поменять Вот есть коночки короткие Есть коночки длинные Это уже зависит как говорится от вашего вкуса Можете значит их делать Вот такими вот Скажем так Прозрачными Тролль уже особо не играет Значит Что еще Так допустим Имеется у нас Установленный Google Chrome Значит в Google Chrome Значит Все работает Все нормально Смею вас уверить Практически настройка Linux Mint Made В основном закончена То есть мои любимые программы Они установлены И вот теперь Я уже с полным Правом Значит могу Единственное Значит чем заняться Посмотреть как там у меня Значки там эти расположены Вот могу убрать Mozilla с панели Потому что я в основном Пользуюсь Google Chrome Могу убрать И вот эту вот Потому что я пользуюсь Программой Для записи Вот этой Добавить ее На панельку И вот чтобы еще Так Частенько Нужен бывает Поставим его Имиджер программ Установить там Что-нибудь Переставить Вот это вот частенько Будет Нужна программка Делает снимочек С экрана И вот обязательно Системный монитор Это вещь нужная Терминальчик У нас уже стоит Или нет Уже стоит Ну все остальное По ходу дела Теперь попробуем Потасовать Посмотрим как тут Все это дело Крутится Так вот Я терминальчик Хотел бы подвинуть Поближе вот сюда А вот даст он нам Или нет Нет Не дает Вот когда нажимается Переместить Угу Терминальчик То есть нажимаем на кнопочку переместить и спокойненько перемещаем любые наши иконочки туда, куда нам нужно. Вот так. А вот это вот как бы корневая и никуда ее делать, двигать не нужно. Так. А ну-ка здесь переместить, если я нажму. Да пусть здесь будет. Ладно. Так. Минджор программ. Ну, закроем. У нас дважды был открыт. Здесь, значит, позакрываем разные другие вкладки. Ну, вроде бы, как нормально все. Итак, практически все основные настройки сделаны. Посмотрим, значит, на некоторые особенности Mate. Вот, допустим, я хочу поменять сейчас раскладку клавиатуры. Нажимаю на нее мышкой и ничего там не меняется. Alt-Shift нажимаю, тоже ничего не меняется. Все, замерзло, казалось бы. Но если вот открыть в любом текстовом редакторе окошко, и теперь я начну нажимать Alt-Shift, пожалуйста. У меня раскладка клавиатуры, значит, меняется. Вот я тут по-русски могу написать. Alt-Shift нажал. Значит, английские буквы идут. Поэтому никогда, значит, вот, не пугайтесь того, что, казалось бы, вроде бы, как флажки переключателей замерли. Спокойно заходите в любой текстовый редактор, и будет, как говорится, вам счастье. Теперь, значит, вот, есть еще одна приятная такая особенность у Mate. Это создание дополнительных панелей. Вот, посмотрите. Я нажимаю, правда, кнопкой мышки в любом пустом месте панели и нажимаю Создать панель. Вот она внизу появилась. Я нажимаю на Свойства. Убираю, что расширять до предела. И вот появилась крохотулечная панелька. Так вот, посмотрите, какие, значит, можно вещи вытворять. Ну, у меня по умолчанию везде, значит, идет сороковничек. Поэтому я и у этой панельки сделаю вот сороковничек. Теперь смотрите. Допустим, ряд программ, которые я использую, но не столь часто, я могу перенести вот сюда. Например, SystemBug, Загрузчики, значит, ConkyManager, значит, Сейчас попробуем переместить. Ну, вот, допустим, сюда можем его поставить. Программу, допустим, для записи с экрана могу переместить сюда ее. Вот эти вот тоже не столь часто используемые мной программы. Вот. Или нажимаете правой кнопкой переместить, или нажимаете, значит, вот Так пытаетесь. Ну, лучше, конечно, вот нажимать на Переместить, тогда, как говорится, будет все Лучше работать. Вот. Поэтому, значит, Панелечку, значит, Вы можете всегда себе Настроить, как говорится, для себя. Можно, значит, Нажать на опцию Показывать кнопки скрытия. Тогда будет получаться Совсем смешнее. Значит, вот я сейчас могу даже нажать Полностью сделать прозрачный стиль. Закроем. Вот, посмотрите. А где панелька? А нет панельки. А вот она. Могу ее спрятать слева. И таких панелек Вы себе тут можете понаделать. Ой, дай Бог, сколько. То есть, вот эта опция, она, скажем так, Очень и очень, значит, полезная. Потому что позволяет вам Уменьшить количество элементов, скажем так, На верхней панели До необходимого и разумного минимума. И в то же время Всегда, значит, под рукой Ваши наиболее часто используемые программы И вы, значит, всегда можете Ими, как говорится, пользоваться. А здесь уже Производите перетасовку Как вам нравится. Нравится, допустим, вот взяли Подвинули сюда Это, значит, можете Сюда подвинуть То есть, наиболее часто используемые программы Вы уже тут тасуете, как говорится По своему усмотрению Значит Скайпик там Да что угодно Значит Теперь, значит, не забыть Нужно что сделать Естественно После всех таких настроек Нужно всегда пойти вот сюда Проверить, значит, обновления И посмотреть Может быть Появились какие-нибудь Обновления Или так далее То есть, ну, сделать, скажем так Финальную Стадию Вашей проверки Установлены все обновления А у вас, если там что-то нужно обновить Значит Нажмете Установить Установите Короче, вот на этом щите Всегда должна стоять зеленая галочка То есть Что Все у вас, как говорится Обновлено по последнему слову И вот теперь Значит Практически Вот Настроенную вот эту вот систему Значит Мы можем Что сделать Вот Я сейчас Запущу Так Кто нас здесь Принесу-ка я ее сюда Варите Она мне вот здесь Вот будет нужна Да Вот Я сейчас поставлю Такой-нибудь Такой Более-менее Темный фон Ну Вот По типу Этого Да И пока Выйду из программы Смена обоев Мне нужна Чтобы вот была Видна информация Вот посмотрите У меня на диске 49 гигабайт Из них Использовано Только 18,5 В принципе Это такой же Объем Который занимает Как говорится И винда Семерка Или восьмерка Ну вот То Что Винда Как говорится Делать Не умеет Значит С блеском Делает Значит Программу Вот SystemBug Вот Заводим Пароль User Идем Создать Живую Флешку Я ее Делал Буквально Там Недавно Ну Скажем так Вот я просто Сейчас возьму Ее Удалю Вот у нас Даже сразу Стало Тогда И место Поменьше Занимать И нажму Значит На Вот что Я Вот здесь Вот В установках Всегда Отмечаю Что Создавать Живой Образ Одновременно С образом Который Создается То То есть Сразу Будет Создаваться Образ Из И вот Теперь Иду Создать Значит Живой Образ Create New Ну Значит Здесь Вы уже Значит Знаете 20.04 Я поставлю Так Ну И пока Прервемся Итак Образ Создан На Создание Его Ушло 7 минут И Теперь Значит Вот Просто По Опыту Могу Сказать Вам Такую Вещь Что Иногда Бывают Программы Значит Записывают На Флешку Образ Некорректно Поэтому Я никому Не верю Я всегда Проверяю Созданные Образы На Виртуальной Коробочке Если На Виртуальной Коробочке Образ Запускается А С Флешки Нет Значит Программа Для записи Из-за Образов На Флешку Не Подходит К Данному Типу Образа И Поэтому Нужно Искать Другую И записывать Другую Программу Что Мы Сейчас И Сделаем Мы Проверим Образ На Виртуальной Коробочке Итак Образ Создан Теперь Проверим Его На Виртуальной Машинке Ну Тут Напишем Мэйд Не Будем Особо Мудрствовать Лукаво Вперед 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 Ну Здесь Дадим Вот Столько Достаточно Будет И Пойдем На Тонкие Настройки Процессор У меня Четыре Поэтому Половину Я Отдам Под Видеопамять Я По Максимуму В качестве Носителя Выберем Образ Образ У нас Расположен Вот Здесь Вот Оно Ну В принципе Достаточно И Запустим Нажмем Enter То есть Если Образ Будет Грузиться То Значит Создан Он Правильно И Если Он У вас Не Запускается С флешки То Это Означает Только Одно Что Программа Которая Записала Этот Образ На Флешку Она Просто Не Годится Для Данного Образа Как Видим Все Записалось Нормально Программа Стартует Нормально Поэтому Значит Я могу Сказать Сразу Что Образ Создан Корректно И Поэтому Значит Ну Я Сохранять Ничего Не буду Просто Выключу Машинку То есть Образ Мы Проверили И Теперь Значит Я Просто Напросто Могу Убрать Потому Что Мне Уже Больше Ничего Не Нужно Никаких Подтверждений Значит Это Очень Важно Потому Что В Практике Очень Часто Бывает Что Программа Которую Вы Записали Образ На Флешку Она Не Годится Для Этого Образа Вы Стартуете С Флешки Она Вас Не Стартует А Значит Образ Плохой Программа Систембак Плохая Ничего Подобного Вот Видели Если Образ Стартует На Виртуальной Коробочке Значит Образ Создан Правильно Если Не Стартует Флешки Ищите Другую Программу Для Записи На Флешку Вот И Все Ну И Теперь Запишем Образ Созданной Программы Систембак Запишем Его На Флешку Образ Занимает 2 Гигабайта Флешка 3.7 Так что Места Достаточно Нажимаем На кнопочку Записать На Целевой Источник Время 20.48 Ну 20.49 Записи Вот Запись На Флешку Практически Заканчивается Время Это У нас Заняло Ну Я поставлю 54 Значит Запись На Флешку Заняла Практически 5 Минут И Сам Образ Создавался Насколько Я Помню Там Минут 10-11 Что Мы Теперь Сделаем Я Загружусь В Флешки Удалю Linux Mate Который Только Что Мы Создали И На Строили И Прямо С Флешки На Него Восстановлю Причем Флешка У меня Она Будет Работоспособная То есть Я Смогу С ней С нее Работать В интернете Использовать Все Мои Программы То есть Это Будет Полноценная Операционная Система Но Уже Не Голая Как С Основного Леб Сайта А Настроенная И Плюс Эту Настроенную Флешку Вы Сможете Всегда Записать Куда Угодно И Где Угодно На Любой Компьютер На Любой Раздел Жесткого Диска Вот В этом И заключается Основная Как говорится Прелесть Программа Систем Баг Ну Ладно Значит Следующий Ролик Делаем Уже На Следующую Часть Ролика Значит Вы Смотрите Уже С Флешки Итак Я Нахожусь На Флешку На Флешке С Момента Старта Флешки И До Загрузки Прошло Буквально 30 Секунд То Ест Флешка Грузится Буквально За Пол Минуты Ну То Что Я Нахожусь На Флешке Очень Легко Проверить Вот Посмотрите 189 Гигабайт Значит Занято Сейчас Используется 33.7 Мегабайта Комментариев Как говорится Больше Нет Теперь Значит Что Сделаем Я Хочу Сказать Что Вот На Флешке Сейчас У меня Находится Полностью Настроенная Операционная Система То Есть Все Программы На ней У меня Которые Расположены Вот Пожалуйста Значит Они Тут У меня В нормальном Как говорится И в должном Порядке Все Там Крутится Вертится Ну Меня Это Вполне Как говорится Устраивает Причем Значит Что Хочу Сказать Есть Такая Интересная Особенность У Офисных Программ Вот Например Если Взять LibreOffice Калькулятор Я Открыл Он Первый раз Грузится Несколько Долго Да А Вот Теперь Посмотрите Тот же LibreOffice Я беру И Запускаю По второму Разу Моментально Пошли Дальше Текстовый Редактор Ну Тут Вообще Моментально Все Это Дело Делается Как говорится И Без Проблем Значит То есть Вот Видите Просто Напросто Полноценное Нормальное Операционная Система Настроенная Со всеми Значит Вашими Там Паролями И так Далее И Ее Всегда Можно Просто Напросто Взять И записать Вот Например Значит Я помню Что я Программку Gparted Не ставил G Parted Вот Поставим Этот Пакетик Потому Что У меня 64 Битная Версия Заведем Значит Пароль Пользователя И Сейчас Будем Смотреть Что Она Может Вытворять Программа Устанавливается На Флешку И Позволит Нам Практически Управлять Разделами Жесткого Диска Если Теперь Я Вот Здесь Допустим Наберу G Вот Она Уже Здесь Ну Я Могу Для Начала Просто Взять Ее Поставить Пока Вот Сюда Хотя Как Видите Могу Взять Переместить И Поставить Ее Сюда Куда Нибудь Там Рядышком Вот Запустим Программу Введем Парольчик Вот Смотрите Значит У Меня Программа Значит Была Установлена На Восьмом Разделе Жесткого Диска Занимает Она Сейчас Со всеми Настройками 19 Гигабайт А на Флешке Всего Лишь 2 Гигабайта Вот Посмотрите Во сколько Раз Она Все Это Дело Уменьшает Ну Ну А Теперь Представьте Себе Такую Ситуацию Вы Поставили Себе Linux Made На Жесткий Диск Компьютера Настроили Не Поленились Сделали Загрузочную Флешку И Затем По Каким-то Всего Каких-то Причин У вас Полностью Полетел Раздел Жесткого Диска На котором Расположено Linux Made И у вас Значит Имеется Два Варианта Первый Значит Вы Куда-то Торопитесь Вы Берете Эту Флешку Втыкаете В любой Другой Компьютер Или Даже В этот И Прямо С нее Начинаете Работать Выполнять Свою Работу И Затем При наличии Допустим Времени У вас Посталось Какое-то Время Никуда Не Торопитесь Вы Можете Что Сделать Или Удалить Этот раздел Жесткого Диска Или Переформатировать Его Без разницы Вот Представляете Сейчас Что я Делаю Да Вот Показываю Еще раз Что Вот Раздел На котором У меня Расположен Настроенный Linux Made Вот Я сейчас Беру Его Просто Удаляю Применить Изменения Все Привет Разделу Привет Менту Короче говоря По-русски Кирдык И Теперь Значит Здесь Я Делаю Новый Раздел Значит Делаю Расширение Ему Только Троечку И Делаю Название Made Добавить То есть Как видите Здесь Без дураков То есть Раздел Который Мы С таким Старанием На который С таким Старанием Мы Ставили Linux Made Его Там Настраивали Там Флажки Там И Прочее Прочее Вот Я Сейчас Просто Взял Одним Махом Удалил Теперь Полностью Взял Его Переформатировал Вот Он Абсолютно Девственно Чистый Закрываю Эту Программу Открываю Вот Наш Регистратор Здесь Значит Я Сейчас Поставлю Какой Нибудь Темненький Фончик Чтобы Была Хорошо Видна Системная Информация Вот Так Вот Таким Образом Сделаем Вот Пишу Я Значит 21 Черточка Запускаю Программу SystemBug Вот Она И Нажимаю На кнопочку Копирование Системы С флешки Значит Вот У нас Я Пометил LinuxMate Поставил Значит Точку Монтировки Поставил Что Extension 3 Форматировать Нажал Вот На эту Зеленую Стрелочку Время У нас 25 Ну 21 26 Напишу Так 26 И Вперед Из Песней Вот Кто Нибудь Мне Может Сказать Может Ли Такие Вещи Делать Винда Или Любая Другая Операционная Система Потому Что Господин Кэндек Который Создал Эту Программу Он Сделал Ее Для Семейства Ubuntu Практически Для Любой Программ Которые В терминале Понимают Команды Судо Если Через Терминальчик Этих Линуксов Ставится Эта Программа Систем Баг Значит Вы Будете Иметь Точно Такую Же Великолепную Программу На Вашем Линуксе Вот К сожалению Мне Очень Нравится Линукс Манжара Но Он Команду Суда Не Понимает И Программу Эту Систем Баг На Него Поставить Нельзя Вот Таким Вот Образом Ну Ладно Ждем Итак Программа Закончила Перенос Системы С флешки На Значит Отформатированный Раздел Жесткого Диска И По Времени Значит Это Заняло У нас Сейчас Точно Скажу 29 Ну Представьте Себе За 3 Минуты Вот Может Такое Сделать Винда Или Еще Что Нибудь Теперь Значит Для Вящей Убедительности Вот Посмотрите Пятница 26 Июня Время 21 29 Вот Видно Что Я Что У меня Вот 165 Гигабайт Свободно И Всего Там 189 Ну Вопросов Нет Да Теперь Я Просто Перезагружаюсь И Вы Увидите Что Я Уже Буду На На Разделе Жесткого Диска Вот За 3 Минуты Кто Нибудь Такое Вот Может Сотворить Или Нет Причем На Флешке Находится Полностью Настроенная Система Не Голое Железо Программы Со всеми Вашими Настройками С паролями И так Далее Вот Таким Вот Образом Сейчас Я Сохраню Видеоролик На другом Разделе Жесткого Диска Перезагружусь И Последняя Часть Этого Видеоролика Будет Уже Снова Жесткого Диска Ну Пожалуйста Посмотрите Вот 49 Гигабайт У меня Жесткий Диск 5 И 7 Гигабайт Использовано То есть Практически Я За 3 Минуты Восстановил Полностью Все Свои Программы Которые Вот Мы Здесь Ставили Со Всеми Нашими Настройками И что Мне Здесь Остается Сделать Это Только Опять Таки Снова Создать Образ Для Отката И Образ Допустим Для Флешки А Так Практически Ведь У меня Все Работает Вот Понимаете Красоту Таких Программ Оцениваешь Не Сразу Ну Казалось Ну Что Там Ну Линукс Ну Линукс Ну Там Систем Баг А Систем Баг Там Вообще Там К Линукс Отношения Особо Не Имеет И Прямое Но Не Ко Всем Линукс А Только К Тем Которые В Терминале Понимают Команду Судо Судо И Так Далее Вот Если Через Терминал Значит Можно Поставить Вот Эту Программу То Тогда У вас Практически Значит И Проблем Никаких Не Будет То То Ну Представляете Да У вас На флешке Хранится Грубо говоря Резервная Копия Что Бо С вашей Там Систем Не Случилось Вы Знаете Что Всегда Можете Восстановиться Мало Того Сама Флешка У вас Она Рабочая То Есть С Нее Можно Работать В интернете Там Выполнять Какие Там Поиски Работать Там В офисе Программа Тут Немерено Вот Посмотрите И Текстовый Редактор И Электронные Там Таблицы И Аудио Там Делать Можно Видеоролики Там Записывать И так Далее Ну Масса Чего Настраивать Там Меню Там Загрузки То есть Абсолютно Нормальная Полноценная Рабочая Как говорится Система Причем Программа SystemBug Вот еще раз Хочу Подчеркнуть Что она Работает На Linux Mint Цинамон На Linux Mint Mate На Linux Mint X Face На Linux Lite И Практически Почти Что На Всех Производных Ubuntu То Есть Программы Вот Этой Собственно Говоря За Долгие Годы Которые Я Встречал Этой Программы Программе Просто Цены Нет Если Господин Кендек Приспособится Эту Программу Еще К Вензину Тогда Linux Придется Тяжеловато Потому Что Ну Программа SystemBug Она Выделяет Linux Среди Остальных Linux И Плюс Среди Других Операционных Систем Поэтому Вот Вы Теперь Знаете Как Скачать Поставить На флешку Образ Из Официального Репозитория Как С флешки Установить Linux Mate На раздел Жесткого Диска Как Настроить На жестком Диске Linux Mate Затем При помощи Программы SystemBug Сделать Образ Для Флешки Как Эту Флешку Проверить На Виртуальной Коробочке Как Ее Можно Записать Как С нее Загрузиться Загрузившись С нее Как Можно Работать Полноценно В интернете И Как За Три Несчастные Минутки Полностью Восстановить Настроенную Систему На Жесткий На раздел Жесткого Диска На любом Компьютере По вашему Как говорится Желанию Или при наличии Ваших Возможностей Ну Заканчиваю Вот Такими Вот Приятными Вещами Желаю Вам Значит Вот Позаниматься Linux Mate Хорошая Сборка Поэтому Я ее Многим Могу Порекомендовать И Системный Ресурс Она Кушает Очень Скромно Поэтому Желаю Всем Всяческих Успехов Удачи И До Новых Встреч